Добрый день! У вас болит локоть уже на протяжении нескольких дней, а может быть даже и месяцев, и вы не можете выполнять свои любимые дела, такие как носить тяжелые сумки из магазина или, допустим, ходить в тренажерный зал, заниматься штангой или заниматься спортом профессионально. Боль внутри. Думаете, все, там артроз или какие-то заболевания страшные внутри локтя произошли? Нет, ничего страшного, надо подлечиться просто немножко. Возможно, вы уже сходили к неврологу, возможно, вам назначили лечение, сказали, что у вас эпиканделит, и вы там поделали ударно-волновую терапию, поделали, допустим, какое-нибудь физиолечение, мазали мазью обильно, а боль все еще не прошла. Что же делать? Давайте мы попробуем с вами подойти сегодня к этому делу немножечко по-другому. Вот здесь у нас идут мышцы. И, возможно, когда вы выполняли упражнение со штангой или помогали толкать мужу машину, вы до конца выпрямили локоть. И вот здесь произошел такой надрыв. Назовем это так. Оно так и называется – триггерная точка. Пощупали вот здесь у себя. И мышца, она такая, как колбаса плотная. Вот тут прям пощупали, пощупали, прям пальчиками поводили и нашли, как струну натянутую. Здесь пониже. Их может быть несколько. Это вот в этом причина. Причина здесь, но болит не здесь, болит прямо внутри локтя. Давайте попробуем позаниматься и полечить это дело. Первое, что мы сделаем – мы сделаем небольшую гимнастику. Начнем с пальчиков. Сжимаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Покрутили кисть в одну сторону и покрутили немножко в другую. Разминку сделаем небольшую. Плечом покрутили вперед. И давайте на счет сделаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И назад. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. К себе. Раз. Выпрямляем. Два. Три. Обычно. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Особенно больно, когда выпрямляете до конца руку. Через боль сильную не делайте. Нам надо просто подогреть руку. Размять ее, так сказать. И поворачиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Немножко размяли. Теперь сделаем самомассаж. Сначала погладим снизу оттуда. С пальчиков прям выдавливаем воду. Вверх. Прям туда подальше. Вот так хорошенько гладим. Чтобы тепло побежало. От пальчиков и туда. И прям по этим струнам. Раз. Проводим. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Повернули руку. Внутреннюю поверхность сделаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Плечо. Раз. Два. Снизу. Тут от локтя. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Если вы женщина крупкая, можете делать немножко послабже, либо попросить мужа. Но помните, все упражнения не через боль ни в коем случае. Продолжаем. Мы погладили руку. Теперь растираем. Пилим. 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 Прям. Трем хорошенько это место, чтобы там тепло у нас. Прям жар пошел туда. Гладим. Трем. 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 Растираем. 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 Хорошенько пилим. Пилим это место, чтобы тепло бежало туда. Прям. Чтоб горела рука. Хорошо. И разминаем. И разминаем. И разминаем. Мните. Как тесто мните. Но не через сильную боль. Но постарайтесь максимально помять. Это у нас еще только подготовка к основной действию. Так назовем это. Хорошо. Помяли. Теперь. Нашли эту струну. Пальцем прям. Поводили по ней. Нашли серединку. Где прям поплотнее. Там уплотнение такое. Почувствуйте. Почувствуйте. Место плотное, широкое. Как шарик может быть оно даже. Вот эту триггерную точку. И туда пальцем. Прям вдавить можно. Либо указательным, либо большим. Как вам удобно. Главное туда проникнуть. Туда нажать. И немножко подержать. И потихоньку начинаем отпускать. Возможно даже почувствуйте, как туда кровь хлынет. Это хорошо получается. Этот массаж у слабовидящих. Это мастера своего дела. Поэтому если есть возможность. Не поленитесь. Сходите к профессиональному массажисту. Который умеет заниматься триггерными точками. Потому что просто поглаживание. К сожалению не помогут. И растирание, разминание. Так сказать. Классический массаж. В нашей проблеме. С первого раза вы почувствуете. Как она стала гораздо мягче. Это ваша струна. Натянутая. Немножко. Ее можете помять. Подержали. Углубились. И плавно-плавно отпускаете. Потихоньку-потихоньку. Сделали с каждой напряженной мышцей. По два-три раза. Эту процедуру. То есть размяли-размяли. Вглубились. Подержали. И потихоньку отпустили. Можете еще поискать у себя эти триггерные точки. Я уверен их там не одна. Даже если она не исчезнет. Она немножко может сдвинуться. Тем самым наш локоть перестанет болеть. Проблема да не уйдет. Но боль в локте уйдет. Хотя бы немножечко мы освободим локоть. Далее. Берем палку. И хорошенько прокатываем. Прокатываем руку. Я беру допустим лучше скалочку. Видите у скалочки есть горочка такая. И чтобы в эту горочку было поудобнее катаем. Не резко. Все плавно раскатываем. Плавно. И поехали. Десять раз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Убрали палку. Возьмем мячик. И хорошенько им покатаем. Над локтем плечо тоже покатайте. Тут немножечко. Переход вот здесь. Не катайте здесь. Катайте вот тут мышца идет. Вот так она идет. И катаем вот это место. Хорошенько раскатываем. Иголочки чтоб колючие желательно были. Не просто мягкий этот мячик. Можно так же взять и покатать аккуратно. Хорошо. Одну-две минуты будет вполне достаточно. Убираем мячик. И берем мазь. Нестероидное противовоспалительное средство. Какое вам больше нравится. Обильно прям берем. И хорошенько побольше наносим. Много. Жирно надо намазать. И хорошенько втираем. Туда глубоко. Глубоко-глубоко. Смотрите внимательно. Не сустав я втираю. А я втираю в предплечье. Вот в те места. В те триггерные точки. С которыми мы с вами работали. Туда хорошенько. Чтобы все впиталось. Все поглубже. Все. И втираем, втираем, втираем. Вы обязательно делайте до конца. Пока весь крем не впитается в кожу. И последнее, что мы сделаем, это вибрации. Положили руку и немножко потряхиваем. Чуть-чуть-чуть-чуть. Плавно отпускаем. Потряхиваем, потряхиваем, потряхиваем. Отпускаем. Потряхиваем, потряхиваем. Отпускаем. Потряхиваем, потряхиваем. Отпускаем. Успокаиваем руку. Успокаиваем мышцы. Немножко постучали. Чуть-чуть. И потерли легонько. Успокоили руку. Все. Можно ее закутать в тепло. И так будем делать каждый день по одному разу. Всего хорошего. Пока-пока. И небольшое отступление для спортсменов. В тренажерном зале будем работать с самым маленьким весом. Пусть это будет либо пустой гриф. Лучше, конечно, если это будет бодибар 2 килограмма. Или это тренажер без веса пустой. Начинаем с самого-самого маленького веса. С самого, который есть в зале. Пусть это будут полкилограммовые гантельки. Даже они. И работаем. Плавно вдох. И чуть-чуть, помним, не до конца выпрямляем локоть. Не до конца. Вдох. От себя выдох. Чуть-чуть не до конца. Вдох. И от себя выдох. Все упражнения делаем не до конца разгибая руку. И еще кое-что. Плавно добавляйте нагрузку. Раз в неделю. Либо количество подходов, либо количество повторений. И только потом уже, когда сильно почувствуете легко или рука не болит, можете добавлять вес. Понемножку. Никаких 20-30 килограмм вначале не должно быть. Плавно. Помаленьку. По одному килограммчику. И работаем. Вдох. Выдох. Небольшой амплитуде, если нужно. И еще пару слов о профилактике для спортсменов, которые ходят заниматься в зал. Как избежать боли в лотке? Нужно обязательно понимать, что когда вы работаете большой мускулатурой, допустим, большими грудными мышцами, тягаете штангу, у вас участвуют и другие структуры, такие как, допустим, локоть, сустав лоттевой, мышцы, предплечья. И нам их нужно обязательно укреплять. Как это сделать? Допустим, такие упражнения, как хват обратный, поднимаем гриф от штанги, либо это бодибар, либо гантели, может быть резинки. Пожалуйста. Укрепляем предплечье. Далее. Обязательно укрепить надо кисть. Это такие упражнения с гантелькой. Допустим, такого плана. Пожалуйста, со всех сторон укрепляем. Вот как-то так. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.